Хижину одного пожилого мужчины, что располагалось прямо в тайге, пробрались бандиты, сбежавшие из мест заключения. Они хотели разделаться со стариком, но в итоге им самим пришлось молить его отпустить их. Снежным вечером пожилой мужчина по имени Степан Романович ехал на снегоходе к своей хижине, стоящей в глубине тайги. Дорогу замело, видимость была никудышной, музыкой только и подбадривал себя мужчину, подобравшись ближе. Старик увидел маленького волчонка, тот бегал прямо возле его хижины. Но, заметив человека, малыш бросился в лес. Степан Романович решил, что волчонок, должно быть, отбился от стаи. Зайдя в дом, он подумал, что неплохо было бы накормить этого маленького хищника. Всё-таки на улице бушевала метель. Дед положил в сумку консервы, после чего отнёс её к лесу и поставил на снег. Волчонок, дождавшись, пока старик уйдёт, бросился к еде. После того, как консервы были съеден, хищник не поспешил уходить. Он как будто просил у старика ещё какого-нибудь лакомства. Дед открыл вторую банку и вновь накормил животное. Волчонок больше не боялся, и Степан Романович забрал его в хижину погреться. Старик даже дал волку им и вьюн. Волчок улегся около протопленной печки, а вечером, когда метель стихла, отправился на поиски своей стаи. Теперь, когда Степан Романович приезжал в свой домик, вьюн всегда приходил к нему в гости. Малыш сумел отыскать свою стаю, но о доброте нового друга не забыл. С каждым днём он становился всё крупнее и сильнее, но так и продолжал навещать старика. А тот, в свою очередь, неизменно впускал его в хижину, давал какое-нибудь угощение, даже рассказывал последние новости, например, о своём самочувствии или о том, сколько рыбы было сегодня поймано. Волк с удовольствием слушал деда и вилял хвостом. Однажды вечером старик вдруг услышал за дверью, которую никогда не запирал, грубый мужской голос. В ту же секунду в дом вошло несколько мужчин, и пожилой человек сразу понял, что прибыли они сюда из мест лишения свободы. Бандиты сказали старику, чтобы он слушался их, а иначе ему не поздоровится. Один из них бесцеремонно ударил деда. Он, несомненно, кинулся на обидчика, но чего он мог этим добиться, если его противник был намного крупнее и моложе. Старика начали связывать, но тут в хижину внезапно забежал волчонок. Грозно рыча, он вцепился в ногу одного из обидчиков. Бандит отпихнул животное, вытащил оружие. Раздался выстрел. Волчонок заскулил и бросился прочь из хижины. Уголовник хотел было усмехнуться и что-то сказать, но не успел сделать ни того, ни другого. В дверях показалась огромная волчица. Это была мать Вьюна, и она пришла мстить за своего ребенка. Бандит застыл от ужаса и в этот же миг был свержен уверенным броском. Остальные попытались убежать, но волчица загородила им путь. Старик, выскочив из хижины, бросился к волчонку. Бандиты кричали ему, чтобы он отпустил их, что они никогда его больше не побеспокоят. Но дед словно ничего не слышал. Он понимал, что волчонок умирает от потери крови. Послышал свой собак. Степан Романович еще никогда не испытывал такого горя. Он знал этого волчонка совсем крошечным, он спас его от голода и холода, а теперь ему оставалось лишь оплакивать своего верного друга. Волчонок отплатил ему за добро не чем-нибудь, а сразу всей жизнью. Плача, старик вспоминал, как рассказывал волчонку последние новости, а тот внимательно его слушал. Теперь рассказы старика были никому не интересны. Волчица так и не смогла смириться с потерей сына и через несколько дней отправилась вслед за ним. Дед все также выносил на улицу миску с едой и оставлял ее возле леса, словно надеюсь, что тот маленький волчонок однажды появится здесь снова. Он был вынужден жить с болью, причиненную людьми. Как успокоить душевную рану и как назвать доброту ко всему живому человечностью, если доброты это и так мало в самом человеке. Дорогие зрители, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok